Всем привет! С вами Надежда и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хотела записать короткое видео о своих наблюдениях по гидропонике и хотела поделиться с вами ими. Посмотрите, здесь у меня сенсеверия, пересадку на гидропонику, которую я показывала не так давно. Но ссылку я обязательно на это видео добавлю в описании. Я хотела показать вам, как она себя чувствует. Но сначала я хотела вам объяснить. Переход на гидропонику можно сделать двумя способами. Можно взять черенок, отросток от растения и поставить его на укоренение в воду. Допустим, вот как я часто делаю. Вот тут у меня листочек сенсеверия. Посмотрите, какие у нас уже корешки замечательные. По идее, можно уже сажать. Теперь мы, наверное, как мне ее одной рукой. Сейчас, секундочку. Так, вот так. Также у меня здесь, посмотрите уже, какие корешки ухоечки. Вот этот отросток мне нужно будет убрать. То есть корешки дали только вот там. Но у меня такая уже есть. Она у меня уже на гидропонике растет. И причем очень хорошо себя чувствует. Вот. Это один способ перехода на гидропонику. А есть второй способ. Видео, которое я показывала. Вот эта сенсеверия большая, она стояла у меня в обычном грунте, в земле. То есть я достала ее с земли, без укоренения. Я поставила ее на гидропонику сразу же. Помыла, почистила и поставила. Какие мои наблюдения. Посмотрите, корни, корни как таковые у нее были не адаптированы. Конечно же, ни к какой водной системе. Поэтому я буквально, ну уже два листика за то время, сколько она у меня стоит в таком состоянии. У каких-то появились уже новые корешки. Вот посмотрите. Как бы вам показать вам. Вот видите, у нее пошли новые корешки. Но при этом некоторые отродки, вот такие вот зеленые, они, я отсюда их вытаскиваю в сопли сгнившие. Вы меня извините за выражение, но это прям четко выражает состояние некоторых вот таких вот зеленых листочков, пластин. То есть они просто вот, ну гнилые в хлам. То есть я беру пинцетиком и аккуратно их оттуда вот так вот достаю. То есть это те, которые не справились с переходом. Общая масса, конечно же, справится. Но при этом старые корешки, которые у нее здесь есть, они у нее полностью абсолютно сгниют. То есть у нее и так-то их было очень мало. Вот видите, они темные и они у нее загнивают. И, ну, то есть мы ждем наращивания новых. Я рассказываю это к тому, что если вы, вот этот листик еще не до конца тургор восстановил, потому что еще у него, ну, нету корешков таких, сколько нужно. Ну, в общем и в целом, растение это выглядит неплохо, неплохо. Самое главное в этот момент ни в коем случае не паниковать, да. Ну вот я подошла, убрала там пару листиков. Ничего страшного. Не дергайте. Не дергайте. Самое главное, ничего. Не думайте, что вот, да зря я это сделала. Вот я растение потеряю. Ребят, ничего вы не потеряете, все будет нормально. Самое главное, какие-то потери будут, но они не критичны. То же самое я хочу рассказать про свою аллоказию. Ну, посмотрите. Вы скажете, Надя, что ты с ней сделала? Да, действительно. Это аллоказия. Серебряный дракон. Я ее показывала. Она была у меня очень красивая, пушистая, великолепная. И всю жизнь она у меня стояла, то есть, получается, в грунте. Вот я взяла. То есть, у нее клубеньки, два клубенька, помните, да. Я поставила их на наращивание. Но это не быстрый процесс, как мне объяснила Леночка. Спасибо ей большое, будет меня смотреть. Вот там просто ждем, ждем, ждем. От трех до шести месяцев, как говорится. Ну, я их увлажняю в теплом месте. Все нормально, с ними хорошо, с этими клубеньками. Когда я вот это большое растение, ну, как большое, да, оно было уже, оно было уже большим. Я поставила его, то есть, я помыла корешки и поставила на гидропонику. И что я наблюдала? За месяц, да, прошел уже где-то месяц, я на нее смотрела. То есть, сначала у нее повисли все, абсолютно все вот эти бедные листья, вот эти красивые ее листья. Они паникли, паникли, стали темнеть, желтеть, желтеть. И, в общем, я посмотрела, что, как говорится, все, ну, погибает. Погибает, кажется, все, у меня начинается паника. Я открываю, смотрю, а там абсолютно все, у нее уже корешки тоненькие-тоненькие, беленькие-беленькие. Я смотрю, корни все черные, все, ей пить нечем. Вот эти все пеньки, да, на которых были много-много листьев, мне пришлось их, то есть, один за одним убирать. Вообще, изначально, когда вы что-то переводите, да, куда-то листь, листовую пластину нужно, ну, по максимуму убрать. Если вы вот так вот не, вот именно таким способом, то есть, он сидел в грунте, корни привыкли к грунту, и вы решили перевести. Листовую массу желательно вот поубирать, потому что, ну, а чем питать-то эту листовую пластину? Корни-то сгниют, они в любом случае сгниют. То есть, я сначала за голову схватила, думаю, все, все. Надя наплакостила, потеряла растение. Потом думаю, так, успокойся, успокойся, наблюдаем, наблюдаем. Вот, раз в две недели, раз в неделю я ей подливала сюда питательный раствор, раз в две недели я меняла питательный раствор полностью и снова заливала на прежний уровень. То есть, вот тут у нее, здесь плохо видно в этом кашпу, но где-то вот на таком расстоянии у нее. Прошел месяц, да, прошел месяц уже, может быть, чуть с небольшим. Вот этот листик, он прям лежал, вот так вот, последний листик он лежал, и вот так вот весь пожелтел. Я ему еще этот листик раз, вот так вот напополам, вот так вот отрезала. Думаю, ну крепись, дорогой, крепись, я с тобой. Скажете, Надежда, ну вы издеваетесь. Ну, ради эксперимента, мне само интересно, понимаете, очень сильно интересно. И тут проходит где-то неделя, и я смотрю, а листик-то поднялся. Он прям поднялся. Раз так, и торчком стоит. Я теперь смотрю, так, думаю, хорошо. Сегодня я снимаю его с полочки, то есть он там сверху у меня стоит. И что я вижу? Я вижу, что у нас пошел новый листик, видите? Все, пошел новый листик. И я открываю, чтобы посмотреть, а что же там у нас с корнями. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, одной рукой маленько. Неудобно. Так, сейчас, секундочку. Не хочет никак она у меня оттуда доставаться. Скажи, задолбала ты меня, задергала. Так вот, я ее достала. Хочу вам прям показать. В общем, все у нее корешки сгнили, 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 сгнили. И вот, я смотрю, посмотрите. Все, у нас пошли новые. То есть, я так долго ждала, потому что они были там в глубине. Им нужно было добраться. Добраться и до этого и питательного раствора, и до стенок кашпо. Да, вид, конечно, пока печальный, пока печальный. Но, дорогие мои, у него уже 100% все хорошо. Сейчас мы будем... Вообще, растение-то у меня... Когда пришло, пришло мне, оно быстро адаптировалось во мхе. Оно очень любит попить. Поэтому, вообще, сама по себе питательная среда для него это, ну, круто. Вообще круто. И я смогла перевести, считай, взрослое растение на гидробида с потерями. Да, сейчас мы будем наращивать все с нуля. Но, поверьте мне, за год оно будет еще круче, еще больше. И я вам это докажу. Я все наращу, все будет красиво. И, естественно, я потом вам его покажу, когда он уже будет во всей красе. Вот такие у меня сегодня для вас мои наблюдения. Это я специально сделала видео, чтобы вы понимали, если вы идете на такое содержание, что это нужно терпение, время, терпение и спокойствие. В первую очередь, спокойствие. Вот. Ни в коем случае не дергайте растение, просто наблюдайте. Подливайте ему водичку или питательный раствор. И лучше, конечно, сразу на питательный раствор перевести, чтобы оно в итоге все прекрасно получало. Конечно, если я сейчас поставлю вот этот листик сегодня на гидропонику, да, он даже не поймет ничего. Он просто будет дальше расти великолепно, и все у него будет прекрасно. Вот. Но если нужно перевести большое, взрослое растение, это можно делать. Но будут потери. Первое время растение, конечно, выглядит, ну, не ахти, скажем так, не ахти. Вот такие сегодня у меня для вас новости. А я благодарю вас, что вы меня смотрели. Всего хорошего. До новых встреч. И пока-пока.